всем привет возвращаемся из гостей ездили сегодня вновь шипунова прокатились к друзьям дорога конечно здесь красивая перевалы такие еще и все расцвело уже зелень асфальт начали тут делать сторону чирыжского у нас все супер если дорогу доделают будет прям прекрасно сезон пожаров вон дым везде поля горят это поле выгорело уже это в районе новокалманки и вон там все дымит мы у ребят накопали и привезли малины себе у них много и вот и малинник то в прошлом году начала разводить несколько кусочков посадили они там же листочки расцветают и вот сейчас будем продолжать ну и думаю этого нам на развод хватит достаточно будет вот он мой мой малинник шикарный вон эти листики уже полезли вот она распускается малина и я хочу вдоль дома ее вот там где вот полоса идет скопанная вдоль дома мы сейчас вот это все и высадим здесь вполне нормальное место здесь полдня яркое солнце и полдня тенечек вот и сегодня мы сейчас посадим а завтра у нас похолодание будет резкая и дождик даже обещает как раз мне кажется идеальное время она хорошо примется так что у нас получается вот высадили всю пусть разрастается примется чуть-чуть ее обработать надо тут сухие вот эти ветки еще обрезать все бусек последний вечер последний вечер девочки вы у нас прощайтесь особенно сладушкой буйся мой вообще бусинка будет конечно страдать без лады первое время они очень такие подружки начнется завтра новая жизнь до довольно таки хорошая с не переживайте все будет хорошо нашла единственное место где мне никто не мешает разговаривать никто не бодает не облизывает не мычит правда вот там слышно что мычит вот здесь как-то уже приглушенно только ласточки на фоне чирикуют я хотела отдельным словом рассказать вам ребят очень хочется поделиться куда же поедут наши телочки бусинка с рябинкой потому что это не простое место и об этом месте мне хочется рассказать поподробнее отдельно в общем рябинка с бусинкой поедут у нас в село солоновка смоленского района алтайского края для тех кто впервые возможно слышит до таком селе это непростое село в этом селе сейчас активно развивается сельский туризм едут они конкретно в лпх добрый двор это объединение нескольких хозяйств которые держат коров коз сейчас на данный момент там строят экоферму сыроварней и они вместе выпускают продвигают свою продукцию очень интересный момент что в основном все вот это хозяйство она лежит на женских плечах то есть заведуют там женщины а еще в салоновке также есть артель пряничное дело там девушки выпускают сувенирные пряники я вам их покажу в конце ролика это требует отдельного обзора нас уже угостили но я их охраняю чтобы снять ролик него цене когда было думаю попозже сниму серёжа ходит облизывается дуется на меня ворчит когда когда я хочу уже попробовать так вот к чему это все рассказываю в салоновке постоянно проводятся какие-то фестивали мероприятия мы о них тоже давно уже слышали как бы не так что вот мы встретились нашим покупателем да и первый раз об этом услышали нет у них есть сайт алтай солоновка точка ру ссылку в описании ролика оставлю кому интересно посмотрите там можно найти все где остановиться в салоновке чем заняться что посмотреть календарь всех событий какие мероприятия какие фестивали когда что будет проводиться ближайший крупный фестиваль будет 15 16 июля это большой песенный фестиваль поющая песчаная и также 26 августа кажется будет проводиться ярмарка сельской продукции солоновский закрома мы совместно с организаторами и от себя лично хотим пригласить просто всех наших подписчиков знакомых друзей посетить эти фестивали мы сами сереже очень хотим туда поехать я думаю у нас получится это не так далеко от нас если уж мы барнаул спокойно ездили как бы с таким хозяйством то солоновку съездить у нас проблем я думаю не будет с удовольствием посетим эти фестивали и еще посмотрим на наших телочек заодно как они там обжились а возможно кого-то встретим из наших подписчиков там так что ребят милости просим действительно давайте поддержим наши сельские фестивали наш сельский туризм солоновка очень красивое село мы сереже там были это не просто где-то там в интернете мы это вычитали мы действительно его посещали давно об этом знаем очень многие люди мечтают просто туда переехать и вот сейчас она действительно активно развивается ребята которые там сейчас строят фермы артели открывают работают они действительно хотят таким образом дать какой-то толчок развития своему селу как вот какому-то отдельному пространству они просто вот рядом с белокурихой да какой-то такой придаток кто не знает это солоновка на 40 километрах от белокуриха то есть недалеко вот в такое замечательное место поедут наши телочки будут жить там как в раю работать на сыроварне если честно мы даже мечтать о более прекрасной участи для них не могли мы очень рады что они будут жить таком прекрасном селе и действительно у замечательных хозяев это не громкие слова мы познакомились уже с нашими покупателями конечно вот я абсолютно спокойно за их судьбу они попадут в очень заботливые руки эпопея с приучением к стаду продолжается пришли коровки одна мила самостоятельно зашла предварительно опять заглянув к соседям вот ну и уже на подходе там отвернули и она ко всем заглядывала куда заходить и пришла домой самостоятельно а вот эти три мартышки герда вон отошла в сторону герда злата и вишня все в рассыпную идти же пассатижи далеко хорошо далеко не убежали сначала загнали герду злата с вишней побежали дальше за дом туда в деревню вот мы их потом догнали завернули ну вроде зашли подружки е-мое вишня с первого дня прекрасно заходила 1 как она оказалась со златой все куда злата туда она мимо дома а злата первый день соответственно она нарушила короче всю нашу всю нашу систему 1 плюшенька молодец у нас до плюшка живет дома кайфует никто теперь ни с кем не надо еду делить вообще какая красота у мелки свежие побои он тоже рассекла где-то рогами где-то обветки они все у вишни то же самое короче все побиты коровы следующий день раннее утро смотрите какие у нас веселые коровы с синими рогами особенно вот этом мадама вишня сейчас объясню почему в общем вишенка у нас с ней целая катастрофа она получается три дня проходила стадо и за эти три дня она скинула 5 литров с удоя то есть мы потеряли минус 5 литров с ее удоя который был когда она стояла дома это раз во вторых она вся осунулась она выглядит как скелет то есть она не ест либо что-то какие-то проблемы мы вчера позвонили пастуху спросили все ли у нас корова нормально пасутся если какие-то проблемы с ними вот нам он нам сказал что одна из наших коров постоянно пытается сбежать домой в итоге не пасется другим не дает короче бегает и бегает вот у нее она прям рвется и рвется домой ее постоянно загоняют в стадо у нас подозрение что это но вишня все-таки но на всякий случай мы пометили еще милу то есть вот у вишни 2 рога из-за ленты заматаны у милки 1 и сегодня когда мы их выгоним вот пастух за ними понаблюдает и скажет какая из этих коров у нас нифига не пасется рвется домой но я думаю все таки что это вишня ну потому что представляете ребят катастрофа блин за просто за три дня минус 5 литров то есть корова не ест понятно у них здесь дома рай я прекрасно понимаю но привыкать как-то надо выпасу про герду нам сказали что она как будто всю жизнь в стаде была послась но она и вообще даже не не потеряла нисколько водой то она как доила дома так сейчас продолжает доить на выпасе когда травостой хороший поднимется возможно прибавит да конечно мы дома их кормим утром вечером и сено и дробленка и все у них есть но сами понимаете этого недостаточно поэтому если не кушать на выпасе вишня можно исчезнуть вообще чем ты сейчас и занимаешься мало того что молока с тобой потеряли как ты еще худющий тебя сколько откармливать придется так девочки у нас стоят сарае мы ладу выгнали с плюши до 2 загон они возмущаются почему нас не забрали потому что вас сегодня заберут другие и не мы уже всего девчонки плюша что не принимаешь дочь в стадо свое лада лада бычков туда выгнали тот загон вот она возле них они больше знакомы чем плюша мама своя вот выгнали сначала их вдвоем значит сюда они начали тут кушать плюша давай лидерство свое показывать они подрались короче немного лада вообще не уступает она такая же как мама упертая она прям тут прям кидалась на нее там ты чё толкаешь меня ну как не то что прям дрались так бодались толкались ладушка все это теперь твой загон и теперь наша шестая коровка не теперь пока дружи с мамой вечером еще коровы прибавится уже большая а плюшка нюхает ее она сейчас будет пытаться еще запрыгнуть на нее типа я здесь главное сейчас тебе покажут кто здесь главный ничего ладушка прям выросла тоже еще больше мамы будет сейчас подоили вишню сегодня походу будет уже минус 7 литров корова просто вообще не дается можно сказать у нее как раз сейчас самый пик вы должен был быть у нее с кого там полтора месяца после тела но она и доилась у нас прекрасно дома вот я короче хожу паникую психую слежа на меня ругается что я его своей паникой заражаю лучше говорит вообще молчи сам переживаю ну вот сегодня скажут нам пасется она не пасется и дальше будем решать что с ней делать сегодня будет прохладнее уже первый день и дождик обещают но чуть-чуть уже прошел так проморосил такая свежесть очень хорошо будет коровкам пастись конечно он береза распускается уже почти позеленела ну вот все и выяснилось да это наша вишня не пасется рвется домой но пастух сейчас сказал что это она ну показали на коровку она идти не хочет она стояла до последнего здесь возле забора вот коза не то что она не умеет пастись она прекрасно все умеет она хочет домой то есть она полдня бегает дам пытается сбежать домой в итоге конечно она и соответственно молока 0 20 литров она у нас дома давала перед выходом и сейчас уже в районе 14 где-то наверно за три дня сказали привыкнет не знаю просто сколько ей отредаться еще ё-моё вот и обещанный дождик прошел он мокрая земля вся хорошо прибила пыль сейчас трава полезет вроде завтра потеплее уже девчонки обедают вчера получается у нас милочка одна зашла сразу вот герда подошла к такому калитки вот здесь они заходят подошла калитки развернулась серёжа пошел ее догонять тут же были милка а это кто господи вишня со златой шли тоже постояли посмотрели я давай их заворачивать они от меня вон туда в общем убежали а но они побежали туда и сначала это гонять потом смотрю краем глаза а стадо то идет в эту калитку к нам теленок какой-то забежал серёжа в итоге подгоняет сюда герду она не идет потому что здесь ты теленок я короче бросила этих коров смотрю они уже драпают туда в деревню развернулась побежала сюда выгнала этого теленка мы серёжа герду загнали я ее прогнала подальше думаю чтобы она не развернулась не вышло потом побежали он туда там пастухи он там за домом за гаражом короче зажали их в угол наших коров мы их развернули и погнали назад ну так вот и кое-как короче загнали ну вот такая вот история они молодые глупые но не смысле глупые просто у них действительно нет опыта выпаса если бы они каждое лето паслись они бы понимали что это такое конечно бы проще бы заходили эти такие грязные все кучерявые какие-то я думала вас дождиком помоет а вас что-то дождик то небольшой вас намочило чуть-чуть и и всю грязь развезло развезло по шерсти граф пыльные все были какие-то но ничем отмойтесь ну и никакие ведра с дробленкой тоже не работают это мы первый раз попробовали первый день короче поняли что нифига но у нас вот здесь вот мы все равно ставим на всякий случай и короче нет никак так что только просто приучать приучать гонять постоянно не знаю мне кажется неделька до привыкнут уже это если вот сейчас они весь сезон пропасутся и на следующее лето мы если их опять выгоним сюда же это же стадо то тогда да мне кажется уже проблем особо не будет ну там может быть исключения какие-то изредка первый день вот а тогда конечно они будут уже понимать что такое стадо что такое выпас и как возвращаться домой сереже там что-то вот и куча ковыряется приедут к нам сегодня ну как и говорила за телочками забирать все они у нас погуляли с утра немножко и сейчас в сарай пока поставили их буся тут истерила что ладу то в тот загон угнали они здесь вот в этом загончике с рябинкой разлучили с лучшей подругой у нее истерика да она ревела 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 мучала там ради успокоилась и конечно тяжело будет первое время тоже привыкать к новому месту не пригодится наш трап наверное сказали это да занимайся занимайся работая просто болтаю сказали переиграли в последний момент другая машинка будет уже с трапом со своим ну и хорошо я рада что вот такая погода выпала вот буквально же неделю до этого плюс 30 практически каждый день очень жарко я все переживала думаю ну как они такую жару далеко в машине поедут все упалятся а сегодня вообще прохладно вон я в куртке все приехала машинка за нашими телочками наш трап тоже пригодился еще один положили чтобы подлиннее было сейчас все подготовят и будем грузить ну что девочки вы готовы хорошо ну дебина я не ожидала от нее такой упертости буси как-то легче загрузили дебина вообще поехали наши телки все на счастливой дороге пока дебинка пока бусинка дебина все мы ее пиотом и пытались поэтому трапа поднять не знаю но при чуть ли не волоком пришлось затаскивать девочку. А бусинка буквально там... Ну, да, бусе было легче, она видит, что там рябина уже стоит, она раз и заскочила там практически сразу. А это рябинушка в пустую машину, ни в какую. Так, пятый день выпаса, пришли коровки, и первый раз у нас все зашли самостоятельно. Никаких проблем не случилось. Герда, правда, пошла другой стороной от стада. Пришлось ее немножко направить, чтобы она сквозь стадо прошла к воротам. И все, зашла тоже сама. Все в порядке. Сказали, что сегодня уже получше вишня послась. Ну, трава маленькая, да, привыкнет. Может быть, все и восстановится у нее, все нормализуется. Сейчас посмотрим, что она нам принесла со стада. Сегодня уже, видимо, не так сильно пыталась бежать. Да. Зато Милочка, у Милки-то какой, ну вот, Мила же самая первая выходила, у нее пятый день сегодня выпался. Она бежит, она прям бежит домой. Аж это, трясется вся, летит. Бегом-бегом калиточку попасть. Но эти спокойно, остальные все зашли. И Злата зашла. Она второй день сегодня гуляла тоже с вишней, спокойно зашли все. Можно изоленту снимать, короче. Подавилась вишенка, но хочу сказать, что она перестала падать по удоям, остановилась пока. Спасибо на этом. Сколько получается. Ну, короче, меньше 14 литров она не упала у нас. Уже радует. Как-то остановилась. Что будет дальше, посмотрим. А Гердочка сегодня немножко скинула. Видимо, не хватает. Не хватило ей сегодня поесть хорошо. Теперь раскопал землю под грядку. Первую. Надо посадить морковку, чеснок. Ветер раздулся такой. Вот эта куча это мы будем осенью раскладывать по огороду. Уже перегниет как раз к тому моменту. Первая грядочка. У меня там редиска зашла на грядке возле бани уже. Тут вот немножко раскидали то, что у нас было перегнившего навоза. Так, ну, хрен понятно. Все уже колышется, растет. Вот так сорняки полезли. Это все еще перепашется. Будем пахать опять плугом, конечно же, чтобы совсем все не растащить по всему огороду. Вот первая капусточка появилась. Где-то еще была. Где-то здесь. А, ну вот. Еще одна. Помаленько сходит. Завтра поедем в район. Возьмем что-нибудь для обработки нашей яблони. В прошлом году мы не обрабатывали. И у нас было очень-очень много червивых яблок. Все было в этой плодожорке или как она там называется, гусеницы вот эти. Вот. Надо успеть обработать для того, как она начнет цвести. Ну и после цветения, в принципе, тоже можно. Вот. Чтобы... Ну, на цвет нельзя. Пчелки же у нас здесь летают. И взять такое, чтобы быстро выветрилось там. Меня через три уже преда не приносило. Вот она редисочка. По чуть-чуть тоже проклевывается. Слово не дают сказать. Такой гомон в сарае. Что вы там растрещались? Подоили в очередной раз вишню. Время вечер. Вечерняя дойка. Жизнь налаживается. Начала, видимо, она кушать хорошо. Все. Удой начал повышаться. Восстанавливаться помаленьку. Меня это очень радует. Получается, она у нас максимально упала вот это, как и говорила, на 6 литров. Сбросила 6 литров. И сейчас потихоньку восстанавливается. Надеюсь, в ближайшее время уже вернется к своему обычному удою. А там может быть и поднимет еще больше. Да, хотя бы столько бы ждавала. Тоже было бы хорошо. Все, вишня, ты привыкла. Не рвешься больше домой. Кушаешь? Молодец. Я прям рада. Кстати, хотела еще сказать о том, по какой цене мы продали телок и как мы оформляли продажу. Мы снимем отдельный ролик, скорее всего, следующий. Ну, в общем, затягивать не будем, потому что это целая история по документам и все просто не войдет сюда. Вот, хочу просто отдельно именно снять ролик по этой теме. Итак, добрались до пряников обещанных, сортили пряничное дело. Сейчас будем рассматривать. Ребята, так, это пряники ручной работы все полностью. Вот эти, по-моему, я так понимаю, это медовые. Ну, вообще, в них во всех используются только натуральные естественные ингредиенты. Они используют свой мед, свои яйца, то есть все, все домашнее. Ну, вот, роспись, это имбирные пряники, скорее всего, с росписью. А вот это вот медовое, это которые по старинной технологии они делают в деревянных формах. Там еще начинка есть внутри. Вообще, даже жалко пробовать. Они прям как будто, ну, сувенирные, настоящие сувенирные прянички. Так, вот здесь есть этикетка. Пряник сувенирный, артель, пряничное дело. Номер телефона Полина. Вот это девушки, которые этим занимаются, производят. На фестивале цветения моральника эти пряники пробовал даже сам наш губернатор Алтайского края Виктор Томенко хвалил, что они очень вкусные. Я думаю, мы тоже сейчас будем в восторге. Сережа, иди, будем пробовать. Что-то не можешь определиться. Всего начать. Мягенькие. Вот это. Мягенькие. Мягенькие. Давай. Давай съедим их все. Да? Да. Что, прям кусай? Прям кусай. Мягкие, да? Вкусно. С медом. С медом? Угу. Дай показать, дай показать. Очень вкусно. Ммм. Мягенькие. Ожидание того стоило? Да. Мучила я тебя, не пускала. Ну как бабочку вкусим? Пока не сниму, говори, не ешь, не кусай. А это вот имбирные, да? А, да. Блин, ты крылышко бабочки откусил. Путно. Очень вкусно. Что, наливай чай? Побежали пить чай с вкуснющими пряниками. Увидимся с вами в следующих видео. Пишите комментарии, подписывайтесь на наш канал Мабзени на YouTube. Я Руси. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok